Здравствуйте! Тема занятия – подача воздуха в котел или избытки воздуха в котле. Здесь показан котел с P-образной компоновкой, с так называемой уравновешенной тягой. Уравновешенная тяга – это такая организация подачи воздуха и отвода дымовых газов из котельного агрегата, при которой давление в топочном пространстве, вот здесь, чуть меньше атмосферного. Обеспечивается это за счет двух машин. Одна называется дымососом, вот она. Она тянет продукты сгорания из котла и потом их удаляет через дымовую трубу в атмосферу. А вторая машина – вентилятор, или дутевой вентилятор его называют, который засасывает воздух и нагнетает его в котел. Таким образом, за счет совместной работы двух вот этих машин, дутевой вентилятора и дымососа, в топочном пространстве создается давление чуть ниже атмосферного. Это сделано для того, чтобы через возможные щели, ну и технологические окна в котле, снизу, через гляделки различные и отверстия для выдвижных аппаратов, обеспечивался присос воздуха из котельного цеха для того, чтобы котел не дымил внутрь котельного пространства. Ну а в том случае, если это угольный котел, то забор воздуха из внутренних помещений котельного цеха создает разрежение в самом пространстве котельного цеха таким образом, чтобы вот эта вот запыленная угольная атмосфера внутри, которая от цеха существует, не переносилась куда-то, главным образом, в турбинный цех. Так вот, с точки зрения сгорания топлива, существует так называемое стихиометрическое соотношение кислорода и продуктов сгорания, которыми в органическом топливе являются углерод и водород. Стихиометрическое соотношение – это такое соотношение, при котором кислорода ровно столько, чтобы обеспечить полностью процесс окисления, то есть процесс горения. Вместе с тем, из-за того, что внутритопочного пространства никогда не удается обеспечить условия, при которых окислитель, то есть кислород из воздуха, который берется, или вместе с воздухом, подошел к каждой горючей частичке, за счет того, что перемешивать здесь все надо, никогда не получается вести процесс сжигания так, чтобы все топливо сгорело и соотношение вот это было один к одному, то есть стихиометрическое. А соотношение стихиометрическое соответствует единице в относительных величинах, так называемой величине избытку воздуха. В реальных установках, в реальных котлах избыток воздуха всегда выше единицы. Ну и обеспечивается это следующим образом. На уровне горелок, там, где подается топливо, избыток воздуха, то есть количество воздуха, по отношению к стихиометрически необходимому, выдается вот на уровне единицы, то есть приблизительно ровно столько, сколько и нужно для полного сгорания. Дальше через присосы в топке, в самой, обеспечивается подача избытка до 10%. Дальше к тому моменту, когда мы вышли уже, вот входим на выходе, здесь у нас факел догорает, выход уже в поворотный газоход, здесь уже еще мы имеем присос до 10%. В самом газоходе еще на уровне 0,8%, да, вот 8%. Дальше по опускной шахте еще набираем, дальше по газоходам еще набираем, и таким образом на выходе из газового тракта мы получаем избыток до 1,55%. То есть в 1,5 раза нужно воздуха больше для того, чтобы обеспечить полное выгорание топлива. Здесь надо обратить внимание, что вот эти цифры, они зависят, конечно, от типа топок, типа котлов, типа топлива и многих других факторов. Но вместе с тем, самые современные, хочу обратить внимание, самые современные котельные аппараты, там, где обеспечиваются системы подавления, образования оксидов азота, они организованы таким образом, что вот здесь на уровне горелок подача воздуха меньше, чем теоретически необходимы, на уровне 0,8-0,85. Это сделано для того, чтобы снизить и минимизировать образование оксидов азота. То есть это такая, если так можно сказать, экологическая штучка. Ну вот, по избыткам воздуха коротко все. Спасибо за внимание. До свидания.